Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. Давайте констатировать тот факт, что совсем скоро свои двери распахнут Общеобразовательные учреждения России. Начнется новый учебный год. Хлопот прибавится и у педагогов, и у родителей, и у тех, кто обеспечивает безопасность движения на дорогах республики. Об этом мы будем говорить сегодня в нашей студии с гостями. А пока прогноз погоды на канале Россия. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В горах плюс 5, плюс 10. Днем плюс 23, плюс 28. И местами плюс 14, плюс 19 градусов. В Черкесске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный. 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Продолжаем телевизионное утро пятницы. И я с большим удовольствием представляю вам наших гостей. Это Заур Капушев, государственный инспектор отдела аналитической пропаганды и безопасности дорожного движения управления госавтоинспекцией МВД по Карачаево-Черкесии. Доброе утро, Заур. И Евгений Мирошниченко, старший инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД России Зеленчукский. Майор полиции. Доброе утро, Евгений. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы сегодня с нами, что вы опять готовы к разговору на очень актуальную тему. И, к сожалению, цифры неутешительные за, ну не будем говорить про август, за 7 месяцев текущего года. ДТП с участием несовершеннолетних не становится меньше, особенно по сравнению с прошлым годом, если брать статистику. Это огорчает. И нужно говорить о том, что как бы вы не старались, какие бы вы профилактические меры, мероприятия не проводили, увы, не всегда вас слышат. И прежде всего родители. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки озвучили цифры. Заур, вы расскажите, пожалуйста, об общей обстановке в Карачаево-Черкесии, а, Евгений, вы именно по Зеленчукскому району. Если мы берем 7 месяцев, за первые 7 месяцев 2024 года зарегистрировано в дорожно-трансных происшествиях, у нас было, получили ранее различные степени тяжести 14 детей, трое погибли. Действительно, для нашей маленькой республики это, конечно, довольно-таки такая серьезная цифра. И, понятное дело, что работа профилактическая нами ведется на протяжении всего года, повсеместно, повседневно. Тем не менее, как вы говорите, как бы эту работу профилактическую не проводили, случаи у нас такие случаются неприятные, в том числе и доходят до того, что у нас есть и летальные исходы. Прежде всего, конечно, это у нас нарушение правил дорожного движения, как правило, водителями. Конечно, есть ситуации у нас, когда и дети несовершеннолетние переходят, и проезжую часть не положим на месте. Такие ситуации у нас, конечно, тоже возникают. Но, прежде всего, конечно, нам хочется свой взор обратить именно на водителей, на взрослое поколение, на родителей, которые у нас деток своих воспитывают. Понятное дело, что у каждого методы свои этого воспитания. Но нам хочется все-таки, чтобы родители с самых малых лет прививали детям вот эти, казалось бы, простые правила, там те же правила пересечения проезжей части, правила светофора, чтобы они на постоянной основе с ними проговаривали. И вот на своем личном примере, если мы берем, как правильно переходить через дорогу, что показывали деткам, как правильно переходить дорогу, где это можно делать, где этого делать нельзя. Это все у нас начинается с малых лет. Прежде всего, сначала это, конечно, семьи, это родители, это братья, сестры, старшие, которые должны вот это все деткам, с детками должны это все проговаривать и тому всему учить. Прежде всего, это у нас идет от семьи, как мы считаем. Вот потом уже, конечно, это у нас и детские сады, это у нас и образовательные учреждения, вот где, опять же, также и преподаватели, если мы берем школу, на постоянной основе проговаривают вот эти простые правила, где-то повторяют, где-то показывают наглядно, как, где и в какой ситуации нужно себя вести ребенку. Но, тем не менее, у нас ситуация не самая праздная, есть у нас ДТП, вот такие неприятные ситуации возникают. Тем не менее, работа, конечно же, будет продолжаться у нас, постараемся работу эту продолжать и акцентировать внимание именно, вот, знаете, на привитии детям именно с малых лет вот этих правил, да, чтобы они знали, как, в какой ситуации себя нужно вести правильно. Ну, конечно, ООН в том, что пример родителей, это, наверное, самый яркий пример. Мы с вами поговорим сегодня. Мне бы хотелось узнать, например, из Зеленчукского района, как у вас обстоят дела, Евгений? На территории обслуживания Зеленчукского района находится 38 школ, 25 из них Зеленчукский район, 13 Урупский, 23 дошкольных учреждения, то бишь садики, из них 14 Зеленчукский район, 9 Урупский район. ДТП в истекшем периоде в 2024 году с участием детей произошло 2 в Зеленчукском районе, в которых было ранено 3 ребенка. За истекший период 2023 года ДТП было 6, раненых было 7, то бишь у нас наблюдается снижение, улучшение обстановки. Причина ДТП – это нарушение правил перевозки детей, переход проезжей части в неположенном месте, внезапное появление несовершенных детей из-за препятствий, то бишь из-за машины там грузовой выходит, нарушение ПДД юными водителями, ну то бишь кому купили мотоциклы, мопеды, игра вблизи проезжей части. Чем мы достигли снижения ДТП на территории Зеленчукского и Урупского района с участием детей? В прошлом году, ну помимо того, что были выступления на телевидении, на радио, разговаривали буклеты, лекции вели в школах. Именно инспектора ДПС проводили по школам, ну по закрепленным за каждым инспектором, закреплена определенная школа на территории Урупского и Зеленчукского района. Мы проводили лекции где-то 3 раза в месяц. Сейчас начальникам АГБД дано указание, вплоть до того, что в служебное задание включено поручение, чтобы на маршруте патрулировать, ну простым языком объяснить, то бишь, если ты заступаешь сегодня, работаешь по Урупскому району, ты обязан заехать провести лекцию 2-1,5 часа с детьми. И получается так, что у нас лекции, можно сказать, проводится сотрудниками ДПС каждый день по разным школам на территории обслуживания двух районов. То есть бесконечная такая профилактическая работа ведется, да? И я вам скажу, это очень хорошо влияет. Ну, как говорится, капля камень точит, если изо дня в день повторять и правила дорожного движения. Только так, только изо дня в день повторяя, только так мы можем каких-то положительных результатов. Конечно, большая проблема с надзором родителей над детьми, это очень большая проблема. Вот я хотела об этом поподробнее поговорить, потому что с некоторых пор наблюдается тенденция, что родители возложили свои обязанности на кого угодно. На воспитателей, на преподавателей, на классных руководить. Только себя снимаем ответственность. В то же время это и вас касается, правда? И при всем при этом у нас есть случаи, когда несовершеннолетний ребенок садится за управление транспортным средством. Как мы понимаем, как правило, это у нас случается после того, как родитель, наверное, все-таки разрешает ребенку этим заниматься, то есть дает ему ключи от транспортного средства. Есть случаи, когда, казалось бы, опять же, это в силу местного менталитета, людям некоторым кажется, взрослым, что если ты дашь ключи от условно своей автомашины своему ребенку, и он проедется до магазина, пускай это будет даже в населенном пункте, пускай там даже дорога будет проселочная, не асфальтобетонное, скажем так, покрытие, и что ничего страшного не случится от того, что он там проедет условно 500 метров и вернется обратно. Так вот, хочется все-таки опять же напомнить нашим взрослым, родителям, чтобы они вот этими вещами не занимались, потому как из-за вот такого вот попустительства прямого и случается у нас ДТП, в том числе и с летальным исходом. У нас есть случаи уже в этом году на территории республики, и у нас, наверное, многие у нас и знают, и телезрители о том, что есть случаи, когда и совершеннолетний ребенок сел за руль, в том числе вот одну ситуацию немножко так вкратце обрисую, вместе с ним два его товарища, его одноклассники, там по 15 лет детям, представляете, да, темное время суток, вот, погода не самая благоприятная, мокрое покрытие дорожное, вот, и в итоге у нас случается так, что ребенок в силу того, что он, конечно же, с достаточными навыками не владеет, ввиду своего возраста, в принципе, он этого не может делать, и ввиду того, что, конечно, у него водительского удостоверения нет, и соответствующего обучения он не проходил. Понятное дело, что там хватит буквально секунды, чтобы он отвлекся и, естественно, потерял управление транспортом, тем более в такую неблагоприятную погоду, вот, и случилось так, что один из пассажиров погиб на месте, вот такой один случай вам просто. Также у нас ситуация была в Малкарачаевском районе, есть эта проблематика, это не зависит от того, что конкретно в каком-то районе там не ведется работа, или конкретно в каком-то районе вот такие проблемы, это проблема наша общая, вот, с которой мы, ну, скажем, грубо, стараемся бороться, чтобы у нас таких ДТП не было в дальнейшем, пытаемся вот предотвратить это все, и чтобы у нас ДТП именно с детьми приблизились к нулю максимально. Мне кажется, вот какой-то помехой в вашей работе еще стал такой легкий доступ к приобретению СИМов, это самокаты, скутеры всевозможные, вот, пожалуйста, это тоже своего рода причина для беды какой-то. Кстати, касаемо средств индивидуальной мобильности, если мы берем вот именно электрические самокаты, которые очень популярны там на территории всей Российской Федерации, в том числе сейчас уже у нас довольно-таки популяризованный, скажем так, вид транспорта, по иммун, собственно говоря, теперь является с марта 2023 года, и, к счастью, у нас ДТП, тем более с участием детей именно, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, не было зарегистрировано, но это, опять же, все же бывает когда-то в первый раз. Это дело времени, правда. Да, и поэтому, конечно, мы делаем все, чтобы этого не допустить, и, тем не менее, и видим ситуации, когда и в парковой зоне, если мы берем зеленый остров наш в Черкесске, да, очень много случаев, когда действительно люди жалуются на то, что в том числе и ребята несовершеннолетние, где-то и скоростной режим нарушают, где-то, ну, в общем, мешают спокойным отдыху людей, да, культурным отдыху. Потому, опять же, и вот через вот эту программу хочется тоже обратиться к нашим взрослым, да и к детям, которые, возможно, смотрят. Пожалуйста, не нужно делать так, чтобы люди, которые спокойно отдыхают в свое свободное время в парке культуры отдыха, который для этого, собственно говоря, Иисусом, мешать кому-то и не давать спокойно отдыхать, заниматься своими делами. Надо все-таки относиться с уважением ко всем окружающим людям. Такая просьба будет ко всем. Вот, и чтобы родители все-таки беседы профилактические тоже дома проводили с своими детьми. Я часто вижу, как нарушают дети, но я ни разу не видела, чтобы какой-нибудь папа или мама или старший брат показывал своему младшему братику или сестренке, как надо правильно себя вести на проезжей части. Ну, о чем мы и говорим. Как ориентироваться на светофор, как обходить с какой стороны общественный транспорт, как вести себя на проезжей части в случае, если ты переходишь в какой-то перекресток. В общем, знаете, вам еще извините, конечно, работать и работать. Ну, вот наступает совсем скоро новый учебный год, и наши дети вынуждены учиться и в первую, и во вторую, а где-то даже в третью смену. И возвращаться домой им приходится в темное время суток, когда уже темно на улице. И вот для этого, я вижу, вы сегодня не с пустыми руками пришли, существуют вот такие вот элементы. Светоотражающие. Светоотражающие. Заур, расскажите, пожалуйста, как ими пользоваться, где их можно приобрести? Да, на самом деле все просто. Это у нас магазин X-Price. Это у нас браслетик светоотражающий. Это вот прям на руку? Да, 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 прям. Вот так вот прям? Ой. И он будет светиться в темноте, да? Да, конечно, в темное время суток он вас сделает гораздо заметнее для водителей, которые будут передвигаться. То есть, наверное, можно куда-нибудь на курточку вот так? Ну, если удобно, конечно. Вот если мы берем вот другие вот здесь всякие смайлечки, вот они также, они уже крепятся на аксессуары, там могут быть портфели, рюкзаки всякие, также на одежду можно крепить. В общем, ну, тут все просто на самом деле. И да, хочется, конечно, к этому вопросу тоже дать огласку, потому как очень важно использовать эти светоотражающие элементы, особенно если мы берем деток, как вы говорите, которые переходят там через дорогу, идут домой в темное время суток. Если уж поговорить про зиму, то и в первую смену кто идет, во вторую смену уж точно будет в темное время суток переходить, кто-то в продленную группу возможно посещает. Вот, они, конечно, необходимы и гораздо заметнее делают деток на дороге. Продаются они у нас, можно вот в магазине FixPrice, в магазинах FixPrice во всех они продаются, вот эти наборчики и стоят они довольно-таки недорого, да, очень такая доступная цена, я считаю. Вот, можно приобрести. Вот, и, ну, как мы считаем, это обязательный такой атрибут, обязательно нужно использовать, если особенно мы берем деток в темное время суток, вот эти светоотражающие элементы, светоотражающие элементы. Для понимания, что такое лаборатория безопасности, чем они занимаются на территории республики? Мобильные комплексы передвижные, которые используются для того, чтобы деткам показать наглядно, в практической форме, чтобы дети могли на себе испытать, вот, как показывается, там, как правильно переходить через дорогу, там имеются светофорчики специальные, такое, что-то вроде дорожного полотна. Минючебное пособие такое, да? Ну, такое пособие, да. Там, то есть, ну, все есть, то есть, как вот ты представляешь себя в реальной ситуации жизненной, да, там все раскладывается, это все, в общем, очень такой действенный тоже считаем метод, стараемся его чаще использовать, просим лабораторию безопасности, вот, чтобы они чаще к нам приезжали. А это передвижная такая? Да, она передвижная, то есть, транспортное средство, которое это все перевозит, это все расставляется, там, дорожные знаки всевозможные, там, пешеходный переход, в общем, все там как положено. И действительно, детки с удовольствием, особенно, если мы верим, вот, маленьких детей, да, там, младшие классы, они с удовольствием практикуют на себе, да, вот, очень нравится детям. Особенно, наверное, им нравится надевать вашу форменную фуражку, да, брать в руки жезл инспектора. Велосипеды также, то есть, мы там показываем то же самое на велосипедах, они пробуют, там, слазят, как положено с велосипеда, смотрят по сторонам, там, включается зеленый свет для них, ну, в общем, это все проделывается, вот, как максимально приближенно к реальным условиям у нас такая получается ситуация, дорожные разные ситуации. Детки, ну, в том числе, и за счет этого какие-то знания получают определенные тоже, где-то подкрепляют, где-то что-то повторяют, вот, и, я же говорю, представители вот этой лаборатории безопасности всегда идут нам навстречу и совместно с нами вот эту работу проводят постоянно, никогда не отказывают. Это к вопросу о том, что работу профилактическую надо проводить совместно, всем вместе, вот, сообщая это все нужно делать, если каждый из нас будет хоть какую-то свою маленькую, пускай даже лепту будет вносить, конечно, у нас ситуация будет гораздо лучше, у нас ДТП с детьми будет меньше, тем более, тяжесть последствий станет меньше. Если мы научим всех наших взрослых пристегивать детишек своих, да, как полагается, там, ремнями безопасности, специальными держащими устройствами, если они все будут использовать детское кресло, как положено, конечно, у нас тяжесть последствий спадет на, может, и к нулю спасть, конечно. Опять же, это все зависит от большой, кстати, культуры вождения, культуры вообще восприятия, да, вот, того, как нужно относиться к соблюдению правил дорожного движения. Как вы говорите, работать и работать еще с нашими местными людьми, это не говорит о том, что у нас люди все не соблюдают правила дорожного движения, но, к сожалению, такие товарищи у нас есть, те, которые у нас любят постоянно, причем, нарушать правила дорожного движения, игнорировать их, требования законодательства, ну, каждому человеку свой подход, стараемся находить его. Вообще, вы знаете, теме культуры вождения мы удивили целую программу, и я была очень приятно удивлена одним из ваших сотрудников, из ваших коллег, который говорил, что водитель должен понимать, что на дороге все равны, неважно на какой марке автомобиля ты двигаешься на 0,6-й жигуленке или на каком-нибудь джипе. И, в общем-то, уважение к водителям. Вроде все просто, но должно быть одинаковое отношение ко всем. Совершенно правильно. Евгений, вот мне хочется, отрадно, конечно, слышать, что в вашем районе уровень ДТП с участием несовершеннолетних в прошедший период за 7 месяцев снизился по сравнению с прошлым годом. А вот вы, как действующий сотрудник, что можете сказать вообще о причинах ДТП, что чаще всего является вот таких происшествий? ДТП с участием детей больше всего происходит, это когда дети переходят улицу в неположенном месте. И плохой надзор со стороны родителей за детьми. Доставили детей, сами пошли в магазин. Я сколько таких случаев бывал, а сам возле магазина нахожу ребенка без родителей, сторожу его, жду, пока пойдет отец или мать. Вот так даже? Да. Это неоднократный случай. То есть больше виноваты родители, которые оставляют детей без присмотра, чем сами? Конечно. А вот, скажем, на улицах тех населенных пунктов, которые вы патрулируете, много вы видите сегодня велосипедистов, детей, которые на СИМах рассекают, на самокатах, на, может быть... Ну, в нашем районе такая проблемка, это мотоциклисты. Хотелось, да, пользоваться случаем, обратиться к родителям. Вот у нас парковая зона, тоже центр Станицы Зеленчукской. Почему-то детей 14-16 лет покупают им мотоциклы спортивные, и их всех тянет туда, именно в центр. Как будто в этой жизни, как бы, они занимают только вот эти дети место. Они не понимают, что там матери с детьми ходят с маленькими, с колясками гуляют. Ну, вообще... Не дают спокойно отдыхать. Да, не дают спокойно отдыхать. Здесь, наверное, знаете, еще причина в том, что не так много у нас зон, где можно, собственно говоря, и велосипедных дорожек, и еще для катания не так много у нас таких парковых зон, где дети могут от души накататься. Ну, видимо, это уже не наша с вами задача. Главное, чтобы не давали садиться за руль мототранспорта или автотранспорта детям, которые не имеют права управления. Вот самое главное для нас это человек, который без прав, который, в принципе, не может в силу своего возраста владеть, чтобы он не садился за руль. Потому как достаточных навыков у него нет в любом случае. Как бы там родители не считали, что они, возможно, где-то научили его, да? Ну, у нас же считают, есть люди, которые, опять же, силу ментальности, считают это нормальным. Есть такие люди, я не понимаю, что все. Какой-нибудь папа скажет, да я в твоем возрасте, за рульом москвича. Сажают на колени, там, знаете, это все есть, конечно, это проблема. Но если мы будем за эту проблему браться, скажем так, двумя руками, двумя ногами, все вместе будем с этим бороться, элементарно, если ты едешь вместе, будучи пассажиром, да, с водителем, который там нарушает условно-скоростной режим, если ты ему будешь постоянно говорить, друг мой, давай ты все-таки, наверное, не будешь нарушать, ты подвергаешь опасность не только себя, но и меня, и других участников дорожного движения, которые вообще, в принципе, ни в чем не повинны и могут пострадать от твоих неправильных действий, да, незаконных, даже скажем, действий. Если мы об этом будем постоянно друг другу напоминать, подсказывать, да, тогда у нас будет чуть-чуть все-таки культура, я думаю, повышаться и будет меньше таких летальных исходов и ДТП с тяжкими последствиями. Да, родители сначала, чтобы угодить своему ребенку, покупают мотоцикл, а потом, как что-то случится, хватаются за голову, зачем я купил. Уже поздно. Да, уже поздно, так что давайте беречь своих детей. Спасибо вам большое за участие в программе. Я буду рада еще раз видеть вас в нашей студии, потому что давайте признаемся, что повторение мать учения, чем больше будем говорить и с экрана телевизора в том числе, да, тем лучше будет для нас всех. Спасибо большое. Друзья, на этом наша программа подходит к концу. Впереди вас ждут выходные дни, я надеюсь, что вы проведете их так, чтобы в понедельник было непременно о чем рассказать. До свидания, до новых встреч.